Далее в программе. С таблетками или без? Как жить с диагнозом гипертония? Беленков Юрий Никитич, вице-президент Российского кардиологического общества, академик Российской академии наук. Директор клиники госпитальной терапии номер один лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 45 лет в профессии. Ему доверяли своё здоровье лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, первый президент России Борис Ельцин, патриарх московский и всея Руси Алексей Второй и другие. Доброе утро. Ну что ж, друзья, поговорим о артериальном давлении. Как-то всегда артериальное давление связывается с таблетками. А давайте поговорим о том, можно ли обойтись без таблеток. Повышенное давление с медицинской точки зрения называется артериальная гипертензия. Заболевание встречается от 35 до 45% людей в зависимости от региона проживания. Наименьший процент в азиатских странах. Наибольший процент в США, России и в целом в тех странах, где большие проблемы с ожирением, алкоголем, курением. Гипертензия, даже купированная препаратами, все равно любит, когда человек отказывается от излишней соли в рационе. Больших доз алкоголя, сигарет, когда он начинает заниматься физкультурой и плаванием, снижает свой вес до нормы, не кричит изо дня в день на родных и сотрудников по работе. Больше спит и меньше работает по ночам. Но для начала повышенное давление надо обнаружить и взять под контроль. По каким признакам можно распознать гипертензию? И как научиться жить с диагнозом гипертония? Итак, нормальное давление для всех возрастных групп 120-129 на 80-84. Уже давление 130-139 на 85-89 высокое нормальное. И уже выше 140 – это уже гипертония, которая делится на определенные степени. Давайте же думать, что мы будем делать. Скажите, пожалуйста, вот вы, к сожалению, имеете опыт. Тогда был инсульт? Да. Бажена Домбровская, 45 лет. Ненормированный сон, переработка на работе, стрессовая ситуация, восприятие ситуации близко к душе и ненормированное питание. И потом однажды встаешь, проваливаешься в обморочное состояние, полтора часа я где-то летала, и очнулась. Скажите, а у мамы, как за здоровьем вашей мамы? У них все в порядке, может быть, у дедушки с бабушкой было, но я их мало не видела, мы в разных городах живем. Елена, вы у нас гипертоник? Получается, да. Елена Парфенова, 49 лет. А как вы вначале принимали лекарства? Когда повышалось давление? Вначале, да. Когда сильно повышалось, принимала, потом обратилась к врачу. Мне выписывали лекарства на постоянный прием. Я, естественно, была против, что я бабушка, чтобы принимать там каждый день все эти лекарства. Ну, в итоге врачи мне все-таки порекомендовали это делать, и теперь я это делаю. Все-таки, ну, можно направить женщину на путь истины. Галь, а вот вы, по-моему, сторонник традиционных методов. Ну, у меня все бывает. Ну, у меня после инфаркта бывает и высокое давление. Ну, я держу, конечно, препаратами. Ну, когда... А из народных средств чего применяете? То есть и календула, и душица, имбирь. Помогает? Помогает. Пустырь, не помогает. Они успокаивают мятный чай, вот с мятой. Скажите мне, пожалуйста, я думаю, этот вопрос, наверное, и к Лене, и Гале. Такой интимный вопрос. Вы храпите? Нет. Слава Богу, нет. Говорят, что да. Есть еще одна особенность, которая, к сожалению, приводит к гипертонии. Это так называемые остановки дыхания во время сна. Знаете, как храпят мужчины, да? Он храпит, 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 он остановился. Пауза, потом храпит, и снова захрапил. Вот, это так называемое слипопное. То есть, остановка дыхания во время сна. Как будто бы ерунда. Но если суммировать всю ночь, оказывается, что человек не дышит минут 25-30. И в это время кровь не поступает к головному мозгу. И, естественно, что делает мозг? Говорит, мне не хватает крови. Что делает организм? Повышает давление. И бывает ситуация, как и... Ну, все мы испробовали. Препараты, душицу, я не знаю, календу, да? Ничего не помогает. И только когда мы начинаем разбираться со слипопное, и не очень сложным методом, и мы все-таки добиваемся эффекта, ну, так называемой сипап-терапией, не очень приятно спать с маской, но как только человек понимает, что он выспался впервые за 15 лет, да, все, принимает как виленки. И это помогает снизить артериальное давление. Итак, что же мы делаем? При давлении 120-129 мы радуемся. Но как только давление повышается до 130-139, мы идем к врачу. И врач говорит, давайте-ка мы попробуем со здорового образа жизни. Это увеличение физической активности, Алексей. Вот у вас снижается давление, когда вы занимаетесь физической активностью? Ну да, конечно. Алексей Калашников, 33 года. А до этого давление было достаточно, ну, повышалось, по крайней мере? Повышалось. Было очень тяжело. Сопровождалось значительными головными болями, отечностью конечностей. И все-таки вы себя преодолели, начали заниматься физической активностью и... Начал заниматься растяжкой, йогой и вылечил свои проблемы. Можете показать? Да, конечно. Давайте. Господи. Крой ясный. Да. Серьезно. Серьезно, так. Слушай. Вот. Молодец. Молодец. Ну, давайте так. Всем такую вещь я делать не советую. Мне хватает только на пилатес. Вот. Но гантели пришли забросить и штановые турники. Короче говоря, уважаемые гости, уважаемые друзья, да все равно мне какая физическая активность. Самое главное, чтобы она была. Следующее. Снижение массы тела. Почему? Потому что жировая ткань, она живая. Она пронизана сосудами. Ей надо питаться кровью. И для того, чтобы прокачать вот всю вот эту вот систему, организм повышает давление. Ограничение поваренной соли. Я могу сказать, что так по нашим раскладам, по-медицинским, да, вполне хватает соли, которая исходно содержится в тех продуктах, которые вы покупаете в магазине. Максимум, что можете досолить, это чайную ложку. Конечно, это особенно для женщин. К сожалению, сейчас женщины курят не меньше, чем мужчины. И это для них очень серьезный фактор. И самое главное, последнее. При давлении не выше 139 лекарства. Только если первично мы нашли случай повышения давления. Вот когда вы пришли к доктору первый раз. 140. Он может сказать, знаете что, Лен, ну, займитесь спортом. Ну, скиньте вес. Попейте каких-то вот из, то, что вот Галя очень любит применять. Тут все и шиповник, и календула, и боярышник, чабрец. И приходите ко мне через месяц, скажет доктор. Придете с давлением 130, повезло, продолжайте в том же духе. Придете 145, 150, мы начинаем лечение. Причем сразу и регулярное. Вот такие, как будто бы немудрые советы. Спасибо за внимание. Если остались вопросы, приходите ко мне на консультацию. До свидания.